Meizu M5s. Отзывы реальных пользователей смартфона. Хотите услышать новые отзывы о других моделях? Подписывайтесь на канал, увлекательно и полезно. Отзыв первый. Вышел данный аппарат, который является наследником Meizu M3s. Начнем с того, что экран увеличился в размерах, так что и само качество стало получше. Дизайн тоже изменился в лучшую сторону. Теперь он цельнометаллический, без пластиковых вставок, которые иной раз бесили в его предшественнике. Батарея хоть и уменьшилась немного, зато этот телефон получил функцию быстрой зарядки, что действительно важно в наше время. Тут поставили процессор посильнее, что уже радует. Жаль конечно, что не от Calcoma. Сканер отпечатка пальца работает на ура. Телефон справляется со всеми задачами, приложениями и играми. Интернет 4G работает отлично в наших сетях. Дизайн как всегда на высоте. Очень интересное устройство. Отзыв второй. Сегодня я хотел бы поделиться своим опытом использования смартфона Meizu M5s. Мне повезло получить данный девайс в свое распоряжение на 2 недели. За этот период я смог выявить все положительные и отрицательные качества устройства. Первым достоинством данной модели является его внешний вид. Смартфон выглядит достаточно стильно и презентабельно, благодаря качественному алюминиевому корпусу. Следующим плюсом Meizu является его производительность. Устройство облажает мощным восьмиядерным процессором Kotex A53 с тактовой частотой 1.3 ГГц. Данные характеристики позволяют без труда запускать самые требовательные новинки игровой индустрии для операционной системы Android. Также нельзя не отметить отменную четкость и высокую громкость динамика. При прослушивании музыки я испытал массу положительных эмоций. Еще одним достоинством данной модели является качество экрана, который получил разрешение 1280х720 пикселей. Данный пункт дает возможность получить максимум удовольствия от просмотра любимых фильмов и сериалов через смартфон. Очередным достоинством данной модели является 13-мегапиксельная камера с фазовым автофокусом и встроенной светодиодной вспышкой. Благодаря этим функциям Meizu способен создавать действительно качественные фотографии. Стоит также сказать о наличии слота для карт памяти, что дает возможность увеличить запас свободного места на устройстве. В случае нехватки встроенной памяти 32 ГБ. Если говорить о недостатках, стоит сказать о не самой высокой автономности смартфона. Емкость аккумулятора на данном устройстве составляет 3000 мАч, что является не самым лучшим показателем, учитывая наличие 5-дюймового экрана с вышеупомянутым разрешением. При умеренном использовании телефона хватит приблизительно на 30 часов, а при усредненном пользовании не более чем на 10. Еще одним недостатком данной модели является недостаток полезных функций, которые могут предложить множество других смартфонов такой же стоимости. Проанализировав выше приведенные аргументы, можно сделать вывод, что данный смартфон без сомнения достоин пристального внимания. Цену на девайс я считаю полностью оправданной. С удовольствием хочу посоветовать смартфон Meizu M5s всем любителям стильных и мощных девайсов за приемлемую цену. Отзыв третий. Просто очень крутой телефон за свои небольшие деньги. Здесь и отличный экран, мощный процессор с новейшими производительной картой на борту. Игроманам самое то. Камера крутая, позволяет делать сногсшибательные снимки даже при плохом освещении. Очень понравился металлический корпус и материалы в целом. Очень добротно собран, ничего не люфтит и не скрипит. В общем на уровне флагманов. Советую брать всем, кому нужен недорогой, красивый и производительный смартфон. По качеству не уступает знаменитым брендам. И даже превосходит по производительности. По прошивке тоже нет проблем. Стоит глобал, работает все стабильно и без глюков. Отзыв четвертый. Совсем недавно об этой линейке смартфонов никто ничего не знал. Но Meizu быстро и стремительно вошла на рынок электроники. Прониклась доверием к потребителю. Смартфон Meizu M5s средней ценовой политики, не уступающим дорогим гаджетам. Металлический корпус делает телефон поистине дорогим устройством. Мощный процессор, сердце машины, позволяет производить серьезные операции в интернете. Тянет тяжелые новые игры. Функция быстрой зарядки позволяет гаджету быть снова в строю уже через час. А это немаловажно с моей точки зрения. Хочу отметить следующее. В работе смартфона нареканий нет. Все процессы, которым прокачан гаджет, меня еще не подводили. Работает как по книжке. Отзыв пятый. Новинка компании Meizu. Смартфон Meizu M5s. Если взять в сравнение несколько телефонов в той ценовой политике, то Meizu однозначно будет выходить вперед. Как по параметрам, так и по цене и качеству сборки. Основным преимуществами этого смартфона я могу выделить свеженький Android 6.0 из коробки. Две сим-карты, тоненький корпус, две отличные камеры, передняя 5 Мп и задняя 13 Мп с диафрагмой 2.2. Восьмиядерный 60-битный процессор MTK6753. 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти. Телефон очень шустрый и радует своей производительностью. Большие игры до 2015 года по 700 Мб, 3 ГБ летают на ура. Новые же игры могут быть работать с подтормаживаниями. Потому для тех, кому важна в первую очередь производительность, за ту же цену, советую посмотреть в сторону Xiaomi. Из минусов же хочу отметить корпус. Хоть он и металлический, но он быстро изнашивается и теряет свой товарный вид. А так больше минусов не нашел. Отличный телефон за свою цену. На этом все. С вами был канал Увлекательно и Полезно. Спасибо за внимание и за просмотр видео до конца. Понравилось видео? Делайте лайки и делитесь с друзьями. Пишите комменты. И не забудьте подписаться на канал. Ссылочки для покупки смотрите под видео.